Во время членской кампании ему понравилось убивать людей. Когда начались митинги, в первый же день штаб Тихановской Бабаряко его перевез в Беларусь. И он мне рассказывал, как он готовил вместе с оппозицией кровавое побоище. Полумасштабная война, это то, чего хотят американцы. Мы не хотим этой большой войны, потому что понимаем, что сотни тысяч людей превратятся в удобрение и превратятся в пыль. Мы это хорошо понимаем. Это цена, которую платит Европа за свое безумие. Вот мы, знаете, как за последнюю ниточку держим Европу вот так подвешенную. Европа пытается откусить ножницы, пока не попадает, не получается. Но когда она откусит, она рухнет и Европы не будет. Это то, о чем мечтают американцы. Мы до сих пор, это действительно так, мы до сих пор пытаемся мир усказать, ребят, притормозите. Сергей Сергеевич, приветствую вас. Здравствуйте. Ну что, немецкие танки снова поедут по территории Украины, так получается из последних решений? К сожалению, да. Это большая проблема, я считаю, и проблема, наверное, общей недооценки того, что происходит. Мы все это время пытались умиротворить немцев, умиротворить поляков. В реальности мы, как я понимаю, пытались спасти Европу от грядущей катастрофы. Но причин, наверное, несколько, почему они не понимают происходящее. Я думаю, причина личностная, она связана с очень простой вещью. К власти пришли, я их называю пластиковые фигуры, то есть люди, которые, мы даже с одним из известных сенаторов России, который имел не так давно очень интересную беседу с директором ЦРУ, обсуждали, а что происходит, почему они не понимают того, что глядет европейская катастрофа. Это апокалипсис для них, в буквальном смысле. Он говорит, что есть большая разница между агентом и штатным сотрудником. И когда мы говорим по отношению к европейским лидерам, кто они, пытаемся задаться вопросом, вот они штатные сотрудники, потому что агент еще имеет какое-то право подумать, выгодно, невыгодно, опасно для него, не опасно. Штатные сотрудники нажимают на кнопку после получения команды. И когда им говорят, введите санкции в отношении Беларуси, они нажимают на кнопку, вводят им, не важно, что будет с их стороной, как скажется на сохранении экономических, политических связей. Они выполняют команду. И поэтому это первая причина. Мы столкнулись с ситуацией, когда европейские лидеры, вся европейская политическая элита, все эти 30 лет последних форматировались, они целиком и полностью. Штатные сотрудники тех или иных спецслужб. Здесь важно понимать еще и фигуру речи. То есть в моих словах, не только конкретно обвинениях в работе на спецслужбах, но человеку не надо подписывать контракт. Если он разделяет идеологию, то он тоже помогает американским, британским в первую очередь спецслужбам. Вторая причина – это поколение, которое не знает, что такое запах войны. У моего любимого философа Мираба Мамардашвили была прекрасная статья, называется «Если осмелиться быть». В этой статье он задается вопросом, что отделяет молодых людей послевоенного времени от нас, от тех людей, которые живут в наши дни. Там он дает ответ. Он говорит, это те же люди, мы и они одни и те же. Вопрос к другому. Что тех объятий смерти обнимали. Они не смогли вырваться. Они помнят гримасу войны. Они помнят... Они запахи помнят, они все помнят. И это сильно на биологическом уровне сказывается на человеке. И модель поведения, вся модель поведения меняет человека, оглядывается на прошлое. Эти люди в Европе, они, во-первых, не с той стороны истории были. Это первая проблема. Второе, они не знают и не помнят, что такое война. И третье, мне кажется, вот очень интересный момент произошел в нашей стране. В Беларуси то же самое происходит сейчас. Вы знаете, когда у нас идет бессмертный полк. И мы идем с портретами бабушек и дедушек. Я все время задался вопросом. А мы и они? Какая разница? Сейчас, глядя на пацанов на передовой, как они защищают страну, как они погибают. К сожалению, мы видим это в прямом эфире. Те бабушки и дедушки, которые лежат в могилах неизвестных солдат. И наши герои сейчас, это одни и те же люди. Так вот, для европейских лидеров неутешительный вывод в этой логике. Нацисты, те, кто шел против цивилизации, кто шел вместе, одурманивая коричневой чумой, вместе с гитлеровцами. Вот они и эти люди сегодня, это одни и те же люди. То есть как мы здесь, так и они там, получается? Абсолютно. То есть вы понимаете, вот это соединение, оно произошло. И сейчас что происходит? Для меня здесь, кроме конкретной исторической, политологической оценки, как угодно, холодной и циничной, есть еще и мистическая оценка. Я, знаете, увидел кадры, я же не знаю, насколько они правдоподобны. Киев, просто, ну, мы видели, может быть, съемки из машины, в лобовое стекло буквально бьются вороны. Необычайное количество этих полчищ. Вот они, кара небесная. Очень похожи. Природа протестует, все протестует против того безумия, которое происходит сегодня на Украине. Что мы просили? Что мы год умоляли? Мы умоляли, мы призывали к здравому смыслу. Мы говорили, остановитесь. Зачем вы хороните нацию? Мы не учили одного. Мы не учили того, что на Украине нет полиции бедности. Там некому, не с кем говорить. К сожалению, да. А Западу они закусились. Запад, он выполняет команды американцев, а американцы очень хорошо понимают, куда они идут. А вот модель того, что должно быть, и куда идет мир, вот это, мне кажется, важнейше, чем для обсуждения. Ну, вот если возвращаться все-таки к тому пакету помощи, который сейчас объявлен, и про танки там шли споры, согласится человек, который, ну, мне очень понравилось, мне, который в одиночку остановил колонну танков Бундесвера, Олаф Шольц, а уже, оказывается, не остановил, не согласится. Ну, я думаю, там был вопрос времени, чтобы его просто дожали, что называется, и это случилось. Но, я не знаю, вот у меня сложилось впечатление такое, что, да, выглядит это очень так, ну, весомо и емко. Большой список вооружений, включая там и тяжелую технику, и разную, и артиллерию, и стрелковую, все, что хочешь. Но, вот общаясь, допустим, с людьми, которые в военном деле понимают, и на своей шкуре многое прошли, они говорят, ну, это все равно недостаточно какого-то эффективного контрудара в сторону российской армии. То есть, у меня такое складывается впечатление, что, вот, вы очень тонко подметили, когда сказали, убивают нацию. То есть, им вот дают ровно столько, чтобы им хватило очередной раз убиться, и положить там очередную, там, не знаю, 10, 15, 20, ну, сколько-то тысяч людей, еще уложить в эту землю. Потом, может быть, еще подбросят. Ну, как бы такая вот. А мы еще пообещают. Но они не дают им все равно столько, допустим, тех же вооружений, да и не переварят их Украину уже на сегодня, чтобы действительно эффективно противостоять российской армии. Вы знаете, интересно, сейчас прям пытаюсь найти, вряд ли сейчас быстро найду. Я сегодня рано утром перечитал большой материал, американский. Одно из крупнейших американских изданий задается вопросом, вот он, я все-таки его нашел, а пойдет ли Украина на территориальные уступки, какого развития конфликта видят американские, американские центры мысли на территории Украины. Какой это сценарий, что будет? Я вот читаю, читаю разные, там огромное количество, они делали этот опрос по бесконечному количеству участников. Очень интересно было читать. И вот что я вижу. Очень маленький процент, процентов 10, понимают, что вариант выигрыша у ядерной державы, он просто нереальный, просто такого быть не может. Потому что любая империя, тем более ядерная, тем более Россия, тем более страна, которая знает, что такое натиск врага и что такое видеть армию чужой страны у стен столицы. Мы это видели дважды в нашей истории. Конечно, мы будем применять оружие в случае острой необходимости, в случае реальной угрозы. Но этого никто не понимает вообще. То есть вот я смотрю американцев и вижу, они этого не понимают. У них огромный ответ. Научные центры самых главных вузов, эти так называемые центры мысли. Причем отставных политиков очень много они от России. Они себя берут об одном. Путин должен проиграть. Да, вот это вот сейчас просто такая волна прямо вот этой мысли. Что в этой связи? Направление танка и формирование, само направление, правильно говорят эксперты, это не проблема, а страшно, что действительно это серьезная информация о том, что из них будут сформированы соединения воинские, которые будут поддерживаться в том числе авиацией, вертолетами, мощной артиллерией, выскоточным оружием. И очень важный еще аспект численности. Я не буду назвать наши цифры, которые сегодня стоят на линии соприкосновения на протяженности всего театра военных действий. С их стороны рекрутировано больше миллиона человек. Вот там моделизовано больше миллиона человек. Можно критиковать относительно их боеспособности, можно посмеиваться, а можно и не посмеиваться, потому что воюют они неплохо. И мне нравится, как Вагнер, ребята с Вагнера оценивают, они прямо вот без лирики. Они каждый день воюют, они каждый день теряют своих друзей там. И поэтому, когда кто-то твоего друга убивает, ты понимаешь, что он может убить твоего друга. А значит, это серьезная сила. Значит, не считаться с ней нельзя. Такое количество военной техники, которая скапливается сегодня на линии соприкосновения, говорит о потенциально серьезных сценариях развития ситуации. Я не очень понимаю, почему наши политологи, наши военные эксперты, официальные структуры не говорят о том, что поляки воюют там, не скрывая своего флага. Мы же говорим всегда о гибридных войнах. Я лично видел на линии соприкосновения, без бинокля, польский спецназ, подготовленный по мнению сил специальных операций, которые мне помогали это увидеть. Есть сравнивать, в России есть подразделение «Вымпел», у вас это «Альфа», у нас тоже «Альфа», «Вымпел», «Альфа» это примерно то же самое, по подготовленности это вот такой спецназ, польский. Они стоят у нашей границы, они проводят диверсию, они работают, они убивают, работают с задействованием высокоточной, очень качественной снайперской техники. Поэтому это серьезные люди. И мы должны понимать, что поляки готовятся, и у них нет никаких сомнений в том, что экономически, политически, исторически выгодно реализовать большой план тут и Моровецкого. То есть вот есть у них этот большой план, и он очень интересный. Белоруссия входит в этот план. Без Белоруссии, без инспирирования военного столкновения на территории республики у них план не реализовать. Потому что надо будет ослабить республику, надо сделать так, чтобы втянулись в бой. А современная война, она, к сожалению, идет по сценарию Первой мировой войны, я имею в виду тактику, это окопные бои, мы видим множество видеокадров, когда боестолкновения, оно ничем не отличается от того, что мы видели в фильмах про Первую мировую войну. Ну да, если поменять, грубо говоря, технику, то примерно то же самое происходит. Да, спустя 100 лет просто бьют не с винтовок, а с автоматом. Ну да. О чем это говорит? Поставка военной техники должна оцениваться максимально серьезно. Поставка военной техники затянет специальную военную операцию. А теперь надо говорить, давайте уже хватит, ну понятно, по формату, здесь можно долго говорить на эту тему, почему СВО, пока я сохраняю убежденность, что пока это СВО, ну в реальности это война. И поэтому это затянет войну. Непременно это усилит те центробежные течения, иные, вот в этой воронке, которая сейчас закручивается, которая затягивается за государство. Задача какая у американцев. И у нас сделать так, чтобы Россия стала перед необходимостью формирования интернационалов. Надо втянуть в конфликт другие страны. Китай может втянуться по своим причинам. Я могу сказать, причина простая, на носу Тайвань. То, что Тайвань взорвут и заставят воевать по украинскому сценарию, у Китая уже сомнений нет. Значит, они должны попробовать поучаствовать в той войне, которая у них на носу сейчас. Соответственно, участие с нами вместе в этом в интернационале. Это для них выгодные военно-политические, военно-стратегические. Иран, у которого также есть вопрос. Тоже большой вопрос по поводу Ирана. Другие страны, не буду их называть. Понятно, что если это все закрутится, тогда у американцев будет план Б. У них скоплено колоссальное количество подразделений, почти 600 тысяч сейчас человек вблизи границ России. Они пытаются нарастить группировку до миллиона штурмовых подразделений. Эстония подпрыгивает с Латвией и Литвой. Ну, это традиционно, в общем-то. Но они могут собрать до 15-20 тысяч человек. Это значит, эти три страны втягиваются, но там другая проблема. Они тогда с полной обоснованностью перекроют финский залив и заставят нас действовать радикально. Калининград попадет в блокаду, тогда что нам делать? Тогда нам придется спросить Белоруссию и думать про Сулатский коридор. А что делать? Мы не можем бросить наше подразделение, которые будут фактически в состоянии блокады. Мы должны будем пробивать сухопутную трассу. Полномасштабная война. Это то, чего хотят американцы. Поэтому то, что мы видим, танчики едут на кадрах, мы улыбаемся, грибо танчики едут. Друзья, это очень серьезно. Я ни в коем случае не склонен к какому-то шапкозакидательству, когда говорю так, и ссылаясь на мнение в первую очередь экспертов, военных экспертов, которые говорят, что это не тот объем военной помощи, который способен что-то переломить. Но то, что этот объем, который способен начать какие-то процессы серьезные, о которых вы говорите, это вполне себе да. И тут надо действительно трезво очень оценивать все и более того, не в моменте, а оценивать на перспективу, чем это может грозить. А в американцах, а почему, на ваш взгляд, им так важно огромную такую кашу заварить? Это агония уходящего гегемона. Что это вообще? На мой взгляд, все делается планово. Плановость для меня очевидна. Меня она во многом восхищает, просто как человек, который так или иначе сталкивается с подобными процессами в основной жизни, в основной работе. Я могу сказать, что, ну давайте прям по порядку. Почему Польша ведет себя так агрессивно? Посмотреть рейтинг, который был, я сейчас прям открою его, это показатели экономического роста в период специальной военной операции. Это новый рейтинг, только в 10 стран по величине валового внутреннего продукта. США первое место. В триллионах долларов у них 25,04. Второе место Китай. Еще раз, США 25,04, а у Китая величина ВВП 18,32. Ну, прям существенно меньше. Япония 4,3, а кто четвертое место занимает? Германия. Германия 4,03, а все остальные где-то там далеко. Германия в Европе основной конкуренции Соединенных Штатов Америки. Еще, Германия это сосредоточие высоких технологий. Германия это индустриальный центр Европы. Какая нужна Германия Соединенных Штатов Америки? Она нужна без тяжелой экономики. Она нужна без инноваций. Она нужна без мечты о возрастании своего европейского первенства. Соответственно, для этого сейчас взрывается путепровод и ревоцируются немецкие производства. Все, этих нет. И немецкие производства очень быстро сейчас уйдут. Ну, мы говорим о серьезных производствах, о наукоемких производствах. Но мы должны понимать, что вот этот закон об инвестициях или там зеленая инвестиционная карта американская, которая позволяет ревоцировать европейские производства, она очень эффективно работает. Она перевозит не только сами цеха, но еще всю конкуренционную цепочку, а главное специалисты. То есть люди уезжают из Европы, которые могут работать в промышленности. Промышленность исчезает. Соответственно, нужно давить на Германию. Для этого нужна агрессивная страна Польши, которую потом можно будет сжечь. Их надо столкнуть с немцами. Но при этом неплохо было бы их каким-то образом еще и взять под очень серьезный контроль и сделать неким распорядительным чего-то очень важного, что напрямую зависит от США. Но как это построить? И вот они понимают, что главная европейская проблема сейчас это довести СПГ газ, который идет с двух направлений. Он приходит на Балтику и на Черное море. Сгружается, а дальше у них проблема у американцев. Почему? Потому что, чтобы нарастить объемы производства, вернее, поставок жирного природного газа, надо его не только регазифицировать, но, во-первых, завести в какие-то трубы, интерконнекторы, переходники, которые должны в газ куда-то попадать. В идеале он должен снабжать остатки промышленности. Но чтобы снабжать остатки промышленности, нужно, чтобы этот газ куда-то заходил, где-то хранился, чтобы можно было по промышленному, по посуточному и погодному графику этот газ проталкивать по трубе и снабжать и производством. Еще одна мечта американцев, все-таки, чтобы увеличить кратно поставки газа. Нужно, чтобы этот газ доходил до комфорных людей. Пока эту проблему решить нельзя. Здесь две технологические сложности. У них нет технологии изготовления труб, полноценной, это мы, мы главные. Хотя эта проблема будет решена, но главное, это малые турбины. Их делает наше производство, у них нет даже наметок по технологическому решению этой задачи. Ну, есть там еще много трудностей, конечно, это все будет решено, но как бы им так сделать, чтобы разом взять, нагрузить пояс решением вот какой-то большой именно в энергетической сфере задачи, чтобы Польша была заинтересована подчиняться и при этом богатеть. Но не давить на направление выращивания себя как полюс политического, европейского. Вот в связи они все придумали. Западно-Карпатские подземные хранилища газа, построены 62-м году. Это первые в технологическом плане хранилища газа построены СССР, которые делали для снабжения всей промышленности Европы. Особенности этих хранилища газа не позволяют единовременно накачать туда больше 35-36 миллиардов кубических метров газа и одномоментно. Но важно, что этот газ потом выравнивает давление и снабжается по четкому графику. То есть фактически тот, кто берет этих подземных хранилища газа. Он становится тем, кто снабжает газом Европу. Останется только наладить поставки жирного природного газа, а терминалы, которые будут регазифицировать, снабжать, они могут быть приближены к этих подземных хранилища газа. Вот это мечта американцев. Что для этого нужно? Нужно было начать войну, сдвинуть нас куда-то подальше, отрезать газоснабжение Европы и вот эти хранилища газа отдать от украинцев полусумасшедших поляков, которые подконтрольны и которые целиком полностью являются полностью агентурой американцев. Все, вот эту задачу сейчас поляки решают. Если они это сделают, тогда в принципе будет закрыта проблема всех их военных действий. Но американцы вошли в откуда. Мало того, что они это все заберут, уж поверьте мне, они отрежут нас, они отрежут все трубы, они физически не нужны. Взорвут на протяжении 100 километров, 300, 700 километров, не будет труб, восстановить нельзя будет. А вот это хозяйство все будет снабжать Европу. Все. После этого Европа будет 100% отрезана от потребления газа российского, дешевого. 240 долларов за тысячу кубов, а сейчас полторы тысячи долларов за тысячу кубов. Вот решается еще одна важнейшая задача. Смотрите, они забирают всю энергетику Европы под себя. Это, ну, не большие деньги, не очень большие деньги, а фантастические деньги в масштабах экономики. Фантастические. В этом контексте обратите внимание что начало твориться в Британии. Решил суд представитель Тори тут вздумал открыть месторождение нефти и газа. Да, и получил сразу серию скандалов. неделя, и Тори снесут. Вернее, их уберут к лету, я думаю, потому что сейчас провели опросы, оказывается, либористы это более 46% поддержки, а консерваторы со всеми скандалами упали на 25-27%. Все. Соответственно, американцы начали проект по замене Тори на либористов про американцев. Поэтому, если вы посмотрите СМИ, по всем консерваторам идет скандал, начиная от Джонсона, заканчивая Сунаком и новыми скандалами сегодня. Поэтому Джонсон спасается, летит в Бучу два дня назад, там пытается как-то подняться на этой повестке и спасти консерваторов, но это бесполезно. То есть, американцы работают по всему континенту. Энергетическая тема, безусловно, первая важная, но теперь леопардов. Если они сейчас сливают все леопарды, они это сделают, то у них форматируется рынок. Естественно, Европа вынуждена будет покупать Абрамса, которые весят больше 40 тонн, которые построены на газотурбинных двигателях, обслуживать которые невозможно. Один час работы Абрамса это сутки сервисного обслуживания. Соответственно, сервисный обслуживание могут делать только американцы, запчасти только они. И топливо авиационное, которое сверхтоксичное, очень тяжелое, в поставках, которого у Европы просто нет. Это тоже американцы. То есть, весь оборонно-промышленный комплекс становится Европа, где проживает 750 миллионов человек. Это огромная армия, это колоссальные оборонные бюджеты становятся бюджетом фактически Соединенных Штатов Америки. То есть, этот год он отформатировал экономику США полностью. Еще один важный момент. В 50-х годах баррель стоил не так дорого нефть, он стоил 2 доллара, потом он начал стоить 20 долларов, это позволило американцам начать получать огромные деньги. Страны, которые тогда продавали нефть, получили беспрецедентные суммы. Куда это ушло? Это ушло в инвестиции, а инвестиции дали технологический рост, скачок. Вот тот известный, ушла бы в книгах описанный промышленный переворот, новая технологическая революция, делит историю на 20 пласта. Вот по большому счету, вот те деньги, которые сейчас американцы получают, их партнеры, они позволят им сделать скачок в будущее такой, который их не позволит догнать никому. Вот тогда они четко разделятся. Там сверху будет США и новые технологии, и новый уклад, а с ним будет весь остальной мир, и это реальная антиутопия. Мы будем в камерном веке. И то, что сейчас происходит, мы говорим о том, что да, поставляются танки, насколько это изменит. Да, это меняет все. Год войны будет менять мироустройство. Да уж, перспектива. Ну, хорошо, мы вот очень много и часто обсуждаем то, что делают они, пытаемся разобраться в их логике, в их мотивах, но, на мой взгляд, очень мало говорим, а что можем делать мы? Что намешает самим формировать повестку? Ну, такое вот есть модное выражение. В том числе и в этих вопросах энергетических, ведь пытались же долгое время. Для вас не очень актуальный ответ будет, с моей стороны, для нас очень актуальный ответ. Лукашенко смог в ручном режиме отформатировать экономику. Он смог запустить производство. И он смог сделать то, что Запад делал. Если обычный политологический разговор препарировать, обычно говорят, вот там Фрэнсис Фукуяма написал о конце истории, вот там либеральные идеи. Фукуяма спустя больше, чем 10 лет написал другую книгу, «Сильное государство». Там оно говорит о том, что победить вызовы современной цивилизации может только сильное политически субъектное эффективное государство. А это значит, оно должно быть в экономике, значит, оно должно быть в культуре, значит, оно должно определять социальную сферу, образование. Оно должно строить мощные корпорации государственные, которые будут выращивать малый бизнес. Мы почему-то решили, что малый бизнес сам будет расти. Да нет. В Японии крупная корпорация обязана отдавать до 80% субподрядов малому бизнесу. Потому что они понимают, что если маленькая компания не получила контракт на 10 лет, она не возьмет кредит, она не может спланировать экономику. Она получила контракт, и она растет, становится средним предприятием. Потом государство приходит, говорит, давайте еще деньги дать. Станьте крупным предприятием, вы нам нравитесь. И предприятия растут. Потому что американцы, японцы, британцы понимают, что такое семейный тот же бизнес. Интересные графики, когда мы посмотрели, что во время кризиса падает в первую очередь, мы обнаружили, что компания, у которых нет хозяина, нет государства, нет семьи. Семейные компании деньги не утаскивают, они понимают, это семейный бизнес. Они делают все возможное, чтобы коллектив сохранить и бизнес, пусть прибыль не получают. Но у них уже есть прибыль, бегут подальше. Они это все понимают, а мы не понимаем. Мы понимаем вдруг, что прибалтийские страны, они над нами издеваются. А я сегодня приводил данные о том, какой объем роста перегрузки, огромнейшего объема грузов идет сейчас через прибалтийские страны. Причем сейчас все три. Это уголь, это различные види топлива, мин удобрения. Рост по 5-7 процентов за отчетный период. При этом Калининград, через который мы обязаны поставлять грузию, это Российская Федерация, которому мы должны дать возможность расти и портовое хозяйство поддержать, и всю эту отрасль, у них нет ничего, мы не перегружаем через них, потому что нам выгоднее кормить прибалтий, потому что сложились коррупционные и прочие отношения. Если у вас есть государственный сектор, у нас его практически нет. У нас долгие годы, 30 лет шла борьба, чтобы вытравить понятие государства. Поэтому для России самая главная задача сейчас это вернуться к строительству сильного, эффективного, участвующего во всех сферах жизни государства. Именно поэтому, когда Лукашенко выбирает форму интеграции союзного государства, я понимаю, что он делает очень важную вещь. У нас у двух стран очень много плохого и очень много хорошего. Мы больше, у нас больше плохого и больше хорошего. Соответственно, очень правильную формулу сделал. Вот такой ниппель. Для хорошего все открыто, а для плохого в Белоруссии все закрыто. Ему спасибо за это. Потому что пока где есть Белоруссия в том виде, в котором она существует, она является для многих неприятным вызовом. Белоруссия показывает как надо и как пошло не надо у нас. И поэтому, когда в виде показателей для губернаторов Российской Федерации избирается КПА, разница государствования, как можно больше создавать частных предприятий, отдавая собственность государственных предприятий, у меня возникает вопрос. Какой подонок это придумал? Ну посмотрите на Белоруссию. Ну вот же там все работает. Почему работает в Белоруссии, а у нас нет? Знаете, я покупаю продукты питания в белорусских магазинах. Я очень переживаю, что до сих пор Белоруссии либо не дают, а это значит Лукашенко должен потребовать у президента России, прям потребовать, и сказать, у вас вся Москва пустые торговые центры. Там в этих американских и других паразитах вытравили, но при этом я хожу по торговым центрам, там просто завешено, Зара и Дитакс вот эта группа известная, они же до сих пор не ушли из этих помещений. При этом у торговых центров банкротное положение. У меня вопрос к Белоруссии. Почему Белоруссия не построит свою сеть гипермаркетов, всех видов продукции на территории России? Тогда получив огромные помещения, такие как Лента, как Ашан, как Мэтр, например, белорусские товары, я вам могу сказать, это вам не нужна социология, я вам не нужен маркетинг. Я говорю от имени всех россиян, потому что мы все одинаково мыслим, потому что мы будем потреблять белорусские товары. У нас колбаса лучше, масло лучше, молоко лучше, молочная вся продукция фантастическая, текстиль прекрасный, технологические вещи появляются, ваши ноутбуки и так далее. Да, сборочное производство, вы это делаете уже. Соответственно, нужно гипермаркет, значит, для вашего промышленного продуктового сектора появится возможность планировать на год, на два, на три. Для этого нужно, чтобы Россия выкупила, например, подобные интеграционные процессы в Москве один торговый центр и дала гарантию, что когда вы зайдете, аренда не вырастет через два месяца, во столько раз, что вам придется уходить, потратив огромные миллиарды. Это должны быть государственные проекты. Это к чему? К тому, что что делать? Вот что делать? Надо развивать взаимные проекты в сфере, которые, знаете, наделают, не буду долго причалять, потому что сложный разговор и хочется очень много об этом говорить. Нам нужно развернуть взгляд в нашей стране не на англоцентричную концепцию, не на американоцентричный взгляд, а на российскоцентричный, на белорускоцентричный. Я вообще удивляюсь, когда мы сейчас требуем в России, мы просто кричим остановить, у нас у массы госпредприятий и вузов аккаунты, диски в Америке хранятся. Очнитесь, говорим мы, мы говорим очнитесь, закройте это, это безумие, этого не должно быть в России. Нам говорят, ну как же, вот извините, ну как же, западные партнеры посмотрят. Я вообще считаю, что вот так сказал, нам нужна статья. Кстати, у вас ее нет и у нас ее нет. Нам нужна статья в уголовном кодексе, которая взаимно, кстати, в России и Беларуси будет одинаково называться. Измена Родине. И там должно быть примечание, внизу должно быть написано, Родина есть и дальше дефиниция. Ребенок в первом классе должен наизусть знать, что такое Родина и должен понимать, что вот в этой пирамиде уголовной политики там вверху есть самое страшное преступление. Страшнее его нет, потому что когда ты одного человека убил, погиб один. Теракт убивает 10, 100, измена Родине способна убить народ. Страшнее этого преступления нет. Смертная казнь безапелляционная. И нам нужно вот такие концептуальные взгляды менять. Люди должны бояться предать Родину. Потому что я посмотрел, что ваши подловки делали, которые попытались совершить госпереворот два года назад. Я бы их расстреливал. Пусть меня зовут Кровожатый, но я могу вам сказать, что перевивка эта была бы на долгие сотни лет вписана в историю, люди бы понимали, что такое выступить против своего народа в интересах американских и британских спецслужб. И причем здесь безапелляционно говорю, потому что я лично брал короткое интервью. Если хотите, могу скинуть вам его. Человек работал в силовых органах России когда-то. Потом по контролирующим обстоятельствам его выгнали. Он воевал очень много. Большой опыт. Во время ченской кампании ему понравилось убивать людей. Когда начались митинги в первый же день штаб Тихановской Бабаряко его перевез в Беларусь. И он мне рассказал, как он готовил вместе с оппозицией кровавое побоище. И они предполагали такой сценарий во время митинга. Они должны были зайти со стороны ОМОНа и начать стрелять по людям. А в момент когда они начинают стрелять по людям другая часть провокаторов должна была перебежать на сторону митингующих и открыть огонь по ОМОНу. Кровью должна была залита площадь. И в этот момент боевые группы которые были уже к тому моменту сформированы должны были начать убивать ОМОНовцев. Страшный сценарий. Чудовищный. Я пришел это видео посмотреть. Но им помешало то, что об этом говорят свидетели что естественно они приехали туда не за идею. Наемники всегда работают за большие деньги. Денег тогда в наличке не было. Любые безналичные платежи которые штаб Тихановской предлагал их пугали. Потому что этот след они бояли. Просили кэш. Причем наличку просили отдавать не на территорию Беларуси. Спустя неделю больше 10 миллионов долларов налички смогли ввести в штаб Тихановской. Но тогда люди уже перестали верить. Сказали момент упущен. 10 дней это много. Что вы хотите сейчас когда перехвачена повестка и люди начали трезветь и понимать что реально страну пытаются столкнуть в пропасть. И тогда вот эти группы назовем их наемников инструкторов которые пытались координировать кровавое побоище они начали выезжать с территории Беларуси. Я помню как они возвращались через Россию через Прибалтику выезжали там через ряд других регионов через Турцию в том числе покидали Беларусь с небольшим разочарованием вместе с тем как они говорят деньги-то мы получили и спустя месяц они пытались также рекрутировать потому что у них была надежда что это американцы которые привезли деньги сказали давайте хоть что-то попытаемся сделать тогда они выезжали уже просто для того чтобы отработать деньги по формальному признаку вот так вот так работает эта схема поэтому мы должны понимать что все это очень серьезно никто не говорит что это шутки ни в коем случае но надо понимать нам всем и в Беларуси и в России что по большому счету да мы можем отдавать должное расчетливости уму каким-то планом который может быть хорошо выстроен и у тех же американцев британцев и всех их остальных но в первую очередь надо обратить внимание на себя если мы здесь будем внутри сильные в отношениях Беларуси и России в самой России в самой Беларуси а вместе еще сильнее если к нам еще кто-то будет подтягиваться в таком же духе и в таком же ключе то все вот эти красивые планы будет тяжелее реализовать как минимум а вероятнее всего просто невозможно но нужно перестать вот как один коллега очень так красочно говорит перестать смотреть в рот туда дядям из Вашингтона а это к сожалению пока не получается у всех сделать вот в этом беда мне кажется мне думается вот то что я начал говорить вот о формула нашей интеграции она очень много даст сейчас нашему совместному будущему вот этот ниппель как я назвал есть все возможности чтобы хорошее реализовывалось потому что в этом формате пожалуйста что хотите сделать если это хорошее если это полезное двум странам а плохое невозможно потому что есть фактическая граница и есть суверенность Беларуси и ее отграниченность от России это очень важно вот эта граница мы ее должны понимать и правильно интерпретировать многие политологи ругаются вот нет стремительных шагов по взаимному слиянию странам не надо пусть оставится как есть хорошее вам никто не мешает реализовывать Лукашенко наглядно кстати удивительная практика то что он делает я хочу это отметить чтобы люди понимали насколько это круто с точки зрения российского подэкспертного сообщества Лукашенко встречается с главами субъектов федерации губернатор это очень мощная интересная практика нашим руководителям надо делать то же самое потому что у Лукашенко появляется собственное ощущение он прям чувствует он понимает и у него появляется возможность выстраивания прямых отношений это невероятно интересно это горизонтальные связи они же самые крепкие ну по факту потом потом тут даже это как раз один из сценариев того что нужно и что уже делается а вообще если там объективно посмотреть людей кто не понял что происходит уже нет и это тоже важный момент то есть вот оснований не понимать там исходящее сейчас нет если ты не никто это главный вопрос кто не понимает кто продолжает ну например говорить о переговорах России и Украины кто это продолжает делать кто реально верит в то что можно для Беларуси и России вот там ваши границы оставить реваншистское нацистское государство это предатель это люди которые понимают что эту политику надо продвигать потому что ну тут тоже удивительно это же надо вписывать в контр того что на Западе происходит если мы понимаем американские британские французские немецкие публикации в последнее время главное слово сочетание очень-очень просто Россия должна проиграть Путин должен проиграть Украина выигрывает Украина выиграла Украина вот-вот победит причем этот нарратив вот так вот ну вот вы о нем говорите действительно это так он же ведь в последнее время так сформировался и массово пошел вот в тираж что называется вопрос почему вопрос зачем вы правы логика тоже очень интересна они понимают что скоро будет большая битва она будет грандиозна и давайте посмотрим вот на эту битву глазами европейцев чтобы понять почему они об этом говорят что для Германии американцы сейчас не для правящей элиты не для Шольца не для Анны Лены Берл не для них а для бизнеса которые понимают что все конец они вынуждены уезжать из дома США а там они гости там они изгои рано или поздно будут у них все отберут и это они тоже хорошо понимают поэтому они очень хотят очень хотят чтобы мы выиграли на Украине и дошли до запада Украины чтобы они сказали американцу ну вы же видите не получилось вы нам дать ничего не можете мы погибать не хотим мы начинаем работать с Россией поэтому им нужно создать запасной план БЭТ я это называю запасной механизм который позволит объяснить что Путин проиграл поэтому главная тема сейчас со стороны предателей внутри нашей страны со стороны западных это переговоры почему потому что любые переговоры будут преподнесены определенным образом возникает вопрос как ну как слабость в первую очередь да безусловно Россия Россия проигрывала на поле боя и Путин выпрашивает клянч и тамилить и мы снисходительно позволяем ему выжить и так далее и дальше мы проиграли так вот фишка в чем мы можем после этого себя сколько угодно уговаривать в том что мы выиграли мы присоединили территорию мы отбросили врага Донбасс и так далее мы проиграли не только тогда для запада мы тогда проиграем стратегически мы проиграем в контексте будущего мы войну передадим по наследству нашим детям даже не внукам и наш сыновья будут погибать на этой войне бессмысленные кровавые но уже очень тщательно подготовленные которые мы вряд ли сможем подготовиться так как коллективный запад упакует Украину поэтому да это словосочетание звучит потому что это план Б когда они будут проигрывать на поле Б они будут нас клонять к миру это уж сейчас складывается конечно страшный театр ну будем верить лучшее в любом случае ну и очень много наверное ну не наверное а точно будет зависеть от успехов все-таки пока еще и своего пока еще и своего так уж если выражаться то есть того что сейчас происходит на территории Украины и от успехов в первую очередь Российской Армии и вот там вот сейчас решается очень многое должно быть наступление должно быть политическое решение должно быть глобальное осознание вот мы знаете как за последнюю ниточку держим Европу вот так подвешено Европа пытается откусить ножницы пока не попадает не получается вот когда она откусит она рухнет и Европа не будет это то о чем мечтают американцы мы до сих пор это действительно так мы до сих пор пытаемся миру сказать ребят притормозите потому что то что будет дальше непредсказуемо по одной очень важной причине нет коалиции в мире против нас за нас то есть а против нас нет вот то что сегодня образовался вокруг США это масса игроков у которых в частности есть свои интересы вам яркий пример там догад который вроде бы на то но вроде бы не надо вроде бы что-то хочет вроде бы что-то там меняет в итоге когда мы это видим мы должны понимать что в любую минуту люди у которых есть красная кнопка на нее могут нажать потому что нервы сдали потому что ощущения вкуса войны нет они не понимают что это такое поэтому поэтому конечно мы до определенного момента ждем но мы должны понимать что Украина будет наступать вот это важно она снова будет наступать на Россию и тогда мы вынуждены будем опередить их хотя бы на час но тогда мы будем наступать то есть мы будем наступать то темой слой будет закрыт мы до сих пор не вводили в действие массированное авиационное наступление на глубину до тысячи километров мы не использовали стратегическую авиацию в полном объеме с задействованием того оружия которое позволяет на сотни километров испепелять живую силу противника не применяя ядерные бомбы мы не уничтожали с темпу то есть когда они нас сподвигнут на большую войну мы ее начнем мы ее выиграем потому что сопоставлять военные потенциалы даже не имеет никакого смысла то есть мы не хотим этой большой войны потому что понимаем что сотни тысяч людей превратятся в удобрение и превратятся в пыль мы это хорошо понимаем это цена которую платит Европа за свое безумие но война если она начнется она будет самой страшной за последние сотни лет и она закончится большой сокрушительной победой Российской Федерации без сомнений не должно быть ни у кого потому что игры закончились вот прямо сейчас поэтому мы победим еще раз повторюсь будем верить в лучшее но видите как вот вы говорите мы не хотим а они при этом думают что они не могут вот почему они так думают у меня большой вопрос возвращаясь к переговорам а как будут восприняты переговоры да как слабость и больше никак а уже вот даже в опыт этого года да и предыдущая история говорит о том что там понимают только один язык язык сил мы очень спокойно и осознанно понимаем что любая форма переговоров кроме заключения последних соглашений в этой войне после того как мы дойдем до запада Украины закладывают бомбу внутри страны огромная масса людей потеряла близких люди на передовой это люди не только сотрудники Минобороны это мы тоже должны понимать это люди со своей идеологией которые по-своему с оружием в руках отдавая свои жизни понимают будущее России и поэтому этим людям некому будет сказать если они будут требовать от российских властей той или иной конфигурации политической системы им просто нечего будет противопоставить самое страшное для тех кто может пойти на переговоры состоит в том что например то как думает боец Вагнера вот рядовой боец Вагнера так думает любой российский гражданин произошло слияние слияние на идеологическом и биологическом простите уровне мы ощущаем этих ребят как вот продолжение каждого из нас и поэтому горячо понимаем и сопереживаем гибель этих ребят мы радуемся у нас национальный праздник победам Вагнера вообще для меня появление этого ЧВК в России это божья пропасть ну во-первых это это мне кажется вот вы знаете как говорят время должно родить титанов вот это примерно тот случай представляете маленькая ЧВК берет под контроль Африку совершает колоссальные спецоперации в Сирии снимает фильмы в то время когда мы выделяем там огромные миллиарды рублей на то чтобы снимать фильмы которые смотреть нельзя до сих пор и ничего не снято куда деньги делись вопрос при этом мы видим что Вагнер ни у кого ничего не просит снимать прекрасные фильмы которые мы все смотрим гордиться что такие фильмы появляются в России мы видим другую идеологию мы видим что у Вагнера нет ни одного пленного ни одного пленного у Вагнера нет не существует такого понятия это первые тараны самолетов это первые там совершенно безумные подвиги которые ребята совершают я не умоляю ни в коем случае работу Минобороны ни в коем случае там герои их состояние страны мы увидели благодаря Вагнеру в том числе ужаснулись и слава богу что вот так на локальном уровне сейчас практически все изменено я бы отдельно потом когда-нибудь можно будет поговорить о какие колоссальные изменения сейчас происходят с невероятными этапами это промышленность это мобилизация различных экономических сфер это инновации это отрезвление того что нет электроники нет все и все просто меняется и вдруг мы понимаем что можно оказывается если сейчас я для себя очень простой вопрос придумал и когда что-то не понимаю я задаю себе сам этот вопрос и отвечаю вот я например там не могу понять вот сфер культуры блин там у нас в России безумие что не культурный деятель то подонок ну ладно не все не все у нас так уж не надо да у нас Станислав Садальский сказал известный актер наш что он поддерживает спецоперацию у нас все СМИ носились с ним вот так его приподнимали и радовались что у нас есть актер в России который поддерживает страну вдумайтесь какая радость господи у нас Газманов есть вот он поет и поет у России а у нас есть слепаков у нас есть всякие монеточки там я половину из них никогда не слышал но только слышу как они гадят на страну при этом я понимаю что все мои дети их знают и я не их слушаю так это же самое опасное то есть это же не просто люди это люди которые для многих вот до сих пор проще кумиры и при этом я задаю тебе вопрос а если бы Чевака Вагнера проучили за год отформатировать сферу культуры смогли бы меня эти бы смогли я думаю тогда почему другие не могут к вашему предыдущему вопросу что надо делать надо вот что делать главный ответ на все наши вопросы я вас формулирую очень коротко коленная тотальная смена элиты и все и подготовка к ответу на самый главный вопрос который сейчас прозвучит ребята которые победят они придут в наши дома в наши коллективы на наши улицы в наши магазины рестораны и так далее и каждый из них подойдет к нам и спросит а ты что сделал для победы и почему ты не изменил вот это место вот это и вот то это это очень сложная и политически очень серьезная ситуация которая будет вызовом и которая может страну поставить на очень сложный порог вот я не хотел затрагивать эту тему но вы ее сами затронули она действительно очень сложная то что действительно сейчас в России появилось огромное количество людей и не только вагнеровцы те же мобилизованные которые уже имеют боевой опыт которые потеряли друзей там которые возможно сами получили какие-то вещи нельзя никому в сторону вильнуть потому что когда они начнут задавать вопросы вот эти все люди должно быть все правильно Россия сейчас это хорошо понимает мы готовимся мы меняем формат кооперации у предприятий мы всерьез вернулись к культуре я думаю что у нас блестящий вообще я всегда критикую ну то есть когда нас критиковать я критикую я уже не вижу смысла я ученый ну в своей основе и понимаю что решение научной проблемы начинается с описания проблем в политике это называется критика в науке это называется четкое словесное обозначение проблемы потому что нельзя решать научную проблему если ты ее не назвал ну это элементарно соответственно конечно я вижу что например та же дума у нас и такой не был я вот со многими сейчас общаюсь из руководства государственной думы они начали в свою очередь реализовывать свои проекты например Николай Петрович Буруляев прекрасный актер и режиссер вообще человек очень хороший он создал культурный фронт да он объединил видных деятелей которых мы с вами любим и знаем потому что они для нас всеобщие и я понимаю что таких проектов очень много вот они и будет ответ ответом на вопрос этих людей и мы они придут и то что мы начали и особенно то что не начали с ними доделаем еще и здесь потому что энергия победы это один из самых интересных философских социальных политических вопросов а куда будет развернута энергия победы это ведь вопрос очень серьезный после Великой Отечественной войны мы энергию победы развернули в инновационное развитие России Цельского Союза это был взрыв и какая была победа извините такое было и развитие ну так простите сколько от 45 до 61 всего-то ничего а и полет в космос это невероятное что-то мне кажется а в этой связи ответим на вопрос что будет вот эта энергия нашей победы после проведения этой кампании ее уже сейчас нужно думать куда мы развернем потому что мы не США мы не будем у нас нет просто в нашей культуре ситуации когда мы как Шварценеггер должны будем строить собачьи будки для людей которые получили инвалидность и оказались брошены там в своих городах после проведения операции мы мы должны сейчас думать о том как эту энергию победы развернуть в инновационное развитие и России и Советского государства в целом потому что все что сейчас происходит это общее это очень важно безусловно об этом уже сейчас нужно думать здесь я полностью с вами согласен но в первую очередь пока еще все-таки нужно думать о том чтобы ту самую победу одержать и как ее одержать с минимальными потерями ну по возможности конечно максимально сжатые сроки но будем верить в лучшее третий раз говорю уже сегодня во время нашего разговора спасибо вам большое за беседу спасибо огромное да было очень интересно спасибо Субтитры создавал DimaTorzok